Музыка Ежегодная компания «Прикрепление» позволяет каждому казахстанцу реализовать свое право на свободный выбор поликлиники. Кроме того, компания «Прикрепление» дает возможность зайти на рынок новым поставщикам медицинских услуг и получить государственный заказ на обслуживание прикрепленного населения. Традиционно компания «Прикрепление» проводится в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября. В настоящее время в компании «Прикрепление» в нашей области участвуют 13 районных поликлиник, 3 городские и одно частное некоммерческое учреждение «Денсаулык». Во время кампании «Прикрепление» все граждане Казахстана, а также оралманы, иностранцы, лица без гражданства, имеющие вид на жительство и постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право прикрепиться к поликлинике по их выбору. Оралманы, иностранцы, лица без гражданства получили такую возможность в прошлом году. И по итогам кампании «Прикрепление» 2017 года в Североказахстанской области свыше 1100 человек воспользовались таким правом. Выбирая поликлинику, в первую очередь стоит руководствоваться принципом шаговой доступности. Желательно, чтобы выбранная поликлиника находилась недалеко от вашего дома. Это позволит врачам оказывать помощь на дому в случае ухудшения состояния пациента. Этот принцип сегодня приобретает большее значение в связи с реформами, произошедшими в системе оказания скорой медицинской помощи. Теперь вызовы так называемой четвертой категории обслуживают поликлиники. Поэтому бригады скорой медицинской помощи будут обслуживать вызовы иной сложности и срочности. Следует помнить, что выбирая поликлинику, пациент в первую очередь выбирает участкового врача и педиатра для детей до 18 лет. Поэтому при выборе поликлиники стоит руководствоваться также принципом семейного обслуживания. Это позволит всей семье получать медицинскую помощь у одного врача. Плюс в этом в том, что врач будет знать историю болезни всех членов семьи, будет знать предрасположенность к различным заболеваниям и сможет назначить наиболее эффективное лечение. На сегодняшний день пациентам предлагается три способа для прикрепления к поликлинике. Это непосредственное обращение в медицинскую организацию, онлайн регистрация через портал электронного правительства, а также через connection points в центрах обслуживания населения. При обращении в поликлинику необходимо пациентам иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать в регистраторе заявление на прикрепление на имя главного врача. Чтобы прикрепиться через портал egov.kz, необходимо авторизироваться на портале в первую очередь, затем в разделе здравоохранения выбрать услугу прикрепления к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и заполнить электронную форму заявления. Результат оказания услуги появится в личном кабинете, где с ним можно будет ознакомиться. Здесь же в личном кабинете можно узнать статус своего прикрепления в настоящий момент, то есть к какой медицинской организации вы относитесь. И если вас устраивает поликлиника, к которой вы прикреплены, то ничего менять в период компании прикрепления не нужно. То есть повторно прикрепляться не надо. Ну и в центрах обслуживания населения пройти процесс прикрепления к поликлинике можно в так называемых connection points. При необходимости консультанты помогут произвести все необходимые манипуляции. Если вы хотите прикрепить к поликлинике всю свою семью в их отсутствие, это возможно при непосредственном обращении в поликлинику. Через другие пути регистрации сделать это невозможно. В поликлинику придя, вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность взрослых представителей вашей семьи и письменное их согласие на это. Для прикрепления детей необходимо иметь документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, подтверждающий полномочия заявителя представлять интерес ребенка. Это могут быть как родители, так и опекуны, соответственно. За всех прикрепляемых членов семьи необходимо будет также заполнить форму заявления на прикрепление. Хочется отметить, что выбирая поликлинику в период компании прикрепления, обслуживаться в ней пациент сможет лишь с 1 января следующего года. До этого момента он продолжает получать медицинскую помощь в той поликлинике, к которой он уже прикреплен. Если пациент не хочет менять поликлинику в период компании прикрепления, его автоматически прикрепят к той организации, к которой он относится по месту жительства. Если же пациент год назад во время кампании прикрепления сменил обслуживающую организацию вне зоны его проживания и хочет продолжать там обслуживаться, ему нужно будет повторно до 15 ноября пройти процедуру прикрепления. В противном случае он будет прикреплен автоматически к поликлинике по месту жительства. В правила прикрепления в текущем году внесены изменения, предоставляющие дополнительные возможности для смены поликлиники. Новые правила прикрепления содержат три основных изменения. Во-первых, создаются условия для реализации ключевых принципов организации первичной медико-санитарной помощи. Это, как я уже говорила, принцип семейного обслуживания и принцип шаговой доступности. Во-вторых, немаловажные изменения нацелены на решение проблемы большой нагрузки на врачей и больших очередей в поликлиниках. Согласно новым правилам, предельная нагрузка на одного врача общей практики сегодня составляет 1700 пациентов взрослого и детского населения. Ранний этот показатель составлял 2000. Ну и третье основное изменение коснулось возможности казахстанцев прикрепляться к сети поликлиник при наличии договоров добровольно-медицинского страхования. Безусловно, компания прикрепления – это не единственная возможность у пациентов сменить обслуживающих организацию. Прикрепиться к поликлинике можно и в течение всего года. Законодательство предполагает право каждого гражданина на свободный выбор поликлиники. Это делается по таким основаниям, как переезд. Причем учитывается не только смена местожительства внутри одной административно-территориальной единицы, но и в пределах области и Казахстана в целом. Также, если ваша поликлиника закрылась, перестала оказывать услуги, была реорганизована или не стала продлевать контракт с фондом медицинского страхования на оказание услуг или лишилась этого контракта по тем или иным причинам, пациент, безусловно, сможет прикрепиться к иной поликлинике. И еще одна возможность – это, если рядом с вами появилась новая поликлиника, вошедшая в базу данных поставщиков фонда, пациенты могут в течение года стать ее клиентами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова